Ребята, всем привет! Сегодня с вами я, Славян, снова один. Мы сегодня с вами приехали погулять, пройтись по центральному Сочи. Наше с вами путешествие мы начнем вот отсюда, в сквер, который находится возле морского порта. Будем с вами двигаться в сторону пляжа Ривьера. Я там был, по-моему, один раз, а то так назовем, проездом, поэтому сегодня с вами досконально пойдем смотреть все места по пути к нему. Погнали! Итак, ребятки, вот этот сквер здесь вечером настолько красиво, потому что темно, но каждое дерево подсвечивается зеленой подсветкой, которая, конечно, придает свою атмосферу. Я сегодня гуляю, сегодня суббота, 23 января, а это значит, что людей сегодня в выпуске будет достаточно, потому что у нас тепло. Сейчас скажу, какая у нас температура. Так, смотрите, вот именно сейчас 11 градусов пишет Яндекс, у нас солнышко в ближайшие 4 дня будет. Это непосредственно здание морского вокзала, потрясающе красивое. Сейчас мы с вами перейдем дорогу и сходим посмотрим на яхты. Так, давайте с вами теперь по названию. Смотрите, вот этот сквер называется Кооперативный сквер. Мы в нем, конечно, уже гуляли неоднократно здесь. Действительно, очень классно, атмосферно. Такие толстые, высокие пальмы. Ну, очень шикарно. Этот район, друзья, очень славится множеством, огромным количеством шикарнейших ресторанов, в которых можно, ну, очень вкусно и очень дорого покушать. Так, давайте мы сейчас с вами перейдем дорогу, блин, в неположенном месте, потому что до пешеходного перехода идти нам долговато. Так, давайте. Все, мы пробежали. Так, и идем непосредственно с вами в морской порт. Так, попробуем с вами пройти здесь. Да, многие просили погулять в Центральном Сочи. Вот, пожалуйста, друзья, направляемся с вами на прогулочку. По вашим заявкам все я вам покажу, расскажу. Основная цель, повторюсь, дойти до пляжа Ривьера. И если нам позволит водичка, то мы с вами откроем купальный сезон. И я искупнусь, и я искупнусь. Почему позволит? Потому что у нас сначала лили дожди, потом пошел снег, сейчас снег тает. И... Вода становится грязной, потому что с гор она всю эту историю с собой сносит. Так, вот, друзья, яхты с яхтой. И, соответственно, касса приглашает что-то совершить. Так, слушайте, ну, очень мало яхт. Здесь обычно же вообще все-все заставлено. Сейчас только вот одна, вторая, третья, четвертая. Всего пять яхт, слушайте. Я такого тут не видел. Обычно здесь действительно очень много стоит яхт. Кто здесь гулял, ну, точно знает, что здесь всегда, конечно. А сейчас, вот видите, вместо яхт просто утки и чайки. Так, давайте с вами мы поднимемся. И пройдемся по так называемой набережной. Слушайте, ну, для субботы и для такой погоды людей, конечно, что-то мало. Хотя, я думаю, еще не вечер. Я думаю, что сюда все равно подгребают уже ближе к вечеру, часов 16. Большая здесь проблема с парковками. Я подъехал, искал парковку минут 20, но ура, я нашел. Кстати, оставил машину возле того места, где два года назад нас эвакуировали. Но сейчас я поставил в положенном месте, тогда мы прямо на пешеходном бросили. Темке стало плохо, и мы быстро пошли в туалет. А когда пришли, ну, все, нету, нет машины. В Сочи, короче, эвакуация работает вообще мгновенно. Рыбаки рыбачат солнечное по-весеннему. Правильно же говорят, да? В Сочи нет зимы, есть осень, переходящая по весну. Вот, пожалуй, сейчас именно такой фрагмент у нас был. А, конечно, немножечко зима, выпал снежочек. Как вы это все видели, есть прямой эфир, можете посмотреть. Трансляцию я сохранял. Посмотрите, как здесь, что было. Но в целом, конечно, то, что он выпал, это всех подвергло в шок. Здесь был такой вообще коллапс машины, буксовали. Ну, сами поймите, весь город на лете ездит. Так. Двигаемся, двигаемся с вами дальше. Наша задача, да, вы помните, дойти до непосредственно пляжа Ривьера. У нас по пути будет Ривьерский мост. А сейчас мы с вами подходим к Комсомольскому скверу. Я сейчас, мы с вами перейдем дорогу. И будем идти по той стороне, чтобы немножко пройтись по скверу и показать вам, что там. Вообще, очень приятно гулять по Сочи в нетуристические моменты, в нетуристический сезон, когда приезжих очень мало. Ты наслаждаешься этим городом. Об этом говорят все, все местные, кто здесь живет достаточно долго. Что когда заканчивается сезон, можно выдохнуть и по-настоящему кайфовать от этого города. Но здесь есть промежуточные сезоны, так называемые. Например, новогодние. Вы сами видели, что творилось. Потом резко всех сдуло. Так, ну что, друзья, я непосредственно оказался прямо в этом сквере. Еще раз дам. Он называется Комсомольский сквер. Да, здесь очень много тенька, и летом здесь по-настоящему свежо и кайфово. Огромные сосны. Голые деревья. Вообще здесь, знаете, как было? Мы что-то гуляли-гуляли, все зеленое-зеленое-зеленое, а потом резко, просто, знаете, буквально в один день хлопс и вот деревья, которым суждено потерять листья, они их потеряли. Буквально, вот говорю, за считанные два дня. Так. Я очень переживаю за то, что мы, по-моему, не попадем с вами наверх, потому что нужно было идти, по ходу дела, по мосту. А нет, попадем. Я вот пешком иду первый раз вместе с вами, поэтому пошлите с вами на мост. Ривейерский мост. И, кстати, можно было перейти здесь, пройтись вдоль реки. Ну да ладно. Пойдемте поднимемся. Давай. Очень много мест в Сочи, по которым мы с вами будем гулять, осматриваться, смотреть. Может быть, кого-то смотивирует это на переезд. Ну, основной задачей, конечно, канала – это travel, это travel тематика. Значит, мы будем с вами больше путешествовать. Хотя путешествие по городу – это тоже путешествие. Да, красота. Там открывается вид на снежные горы. Вот это вот, видите, столбы все подсвечиваются по вечерам. Ну, слушайте, ну, наверное, мы искупнемся, потому что речка чистая. Кстати, река называется Сочи. Достаточно широкая. Смотрите, какая она полноводная. Вот интересно, бывали ли такие случаи, когда она выходила из своего русла. Кто встречал такие ситуации, кто жил в Сочи и такой момент был, напишите, пожалуйста, в комментах, была ли такая история. Так-то высота вообще нехилая. Вот, посмотрите, да, какой вид. Красивый-красивый. И вот непосредственно парк Ривьера, друзья. Туда, конечно, тоже можно нам сгонять как-нибудь, как-нибудь погуляем. Но пока мы двигаемся к пляжу, вот такие здесь посадки, постриженные аккуратно деревья. Вы знаете, по Сочи приятно гулять, ну, как минимум по центральной части города приятно гулять. Так, в общем, мы с вами куда-то отвернули, пока не знаю, куда. Так, друзья, я решил вернуться, спуститься и пройтись вдоль реки. И, соответственно, мы там уже непосредственно с вами попадем на пляж Ривьера. Вот так это выглядит. Теперь мы спускаемся. Ну, хорошо есть для колясок, соответственно, с детками, с маленькими, можно спокойненько гулять. Вот она набережная. Да, река чистая. Река чистая. Я думал, будет грязная. Но в этой части, да, посмотрите, сколько припарковано машин. Мы стоим возле торговой гриле Гранд Марина и двигаемся дальше в сторону пляжа. И вот такая красота, друзья, начинается. Пляж Ривьера. Мы с вами пойдем сейчас дальше, пока спускаться не будем. Спустимся, может быть, чуть-чуть попозже. Пляж Звездный. Называется, видите, как интересно оборудован. Здесь есть с цены, мне это напоминает Казантип. Да, прикольно. Тут пляж Звездный. Запоминайте. Там организаторы? Чего сказал, что он приемал? Вот, блядь, это номер плюсы. Вот так здесь все, вот так культурино. Видимо, когда-то все это закрывается на какие-то моменты. Но пока вроде все открыто. У нас получится туда пройти. Ну, посмотрим. Сейчас, друзья, с вами попробуем туда зайти. Лежаки, видите? Доски, мостики, соответственно, на пляж. Настилаются в летнее время. Там, где могло быть. Так, а тут закрыто. Нам надо было, наверное, все-таки там зайти с вами. И идти уже непосредственно вдоль. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Да, так как мы тоже с детьми, я буду обращать внимание. Наверное, всегда на такие вещи, как вот для колясок удобно. Можно съезжать. О, какая красивая детская площадка. Слушайте, так-то пляж вообще клевый. Да. Отсюда понятно, что он действительно интересный. Вот, друзья, вот так он выглядит с высоты. Детская площадка, которая закрыта. Видео маяка сделано, блин, классно. Площадочка для спорта. Вот такая вот зона чилис с видом на море. Слушайте, ну по кайфу. Это вот такой вот, видите, этот кинотеатр. Люди садятся вот так вот и наблюдают за морюшком. Так, ну что, давайте мы с вами тоже спустимся на таких ступеньках. Блин, вообще по кайфу, слушайте. Классный пляж. Вот так вот мы оказались здесь вместе с вами. Возможно, вы были. Я первый раз. Приятно посмотреть, приятно осознавать, что такие пляжи есть в Сочи. И это очень-очень хорошо. Ну и, конечно, пойдемте вместе с вами на сам пляж. Так, никто не купается. Никто. Вода, наверное, вообще леденющая. Так, и первое отличие всех пляжей, смотрите, это черный песок. Дальше идет галька. Широкий такой. Слушайте. Ну, классный, да. Что сказать, очень классно. Сейчас пройдемся вдоль. Мало людей, мало. Здесь, наверное, битком все забито, когда сезон. Да, надо сюда будет приехать какой-нибудь праздник, чтобы солнышко светило. И показать вам, когда здесь. Все кипит, как кипяток. Слушайте, мне нравится, что очень много зон почилить. Прям классно сделано все по-настоящему. Интересно, красиво. Вот такой еще и спуск. Видите, на этот пляж. Да, здесь прям прохладно. Ветер. Ветер дует. Ветер прям такой северненький. Есть туалеты. Вон они желтые, можете увидеть. А это веревочный парк. Да, друзья, классно. Кто хочет интересно почилить, велкам на этот пляж. Я вон вижу волейбольное поле. Ребята играют. Да, по кайфу, по кайфу. Вот такой вот Сочи, друзья. Как он есть. Пляж Ривьера и наша с вами небольшая прогулка до этого пляжа. Ну и, конечно, друзья, порция морюшка. Блин, море, конечно, грязноватенькое. Наверное, очень холодненькое. Здесь строятся отели. Видимо, будут отели. Смотрите, прям первая линия. Заселились, вышли и вывозили на море. Какой-то забор непонятный. Кто знает, что за забор? Напишите в комментах, пожалуйста. Да. Наверное, после шторма смыло всю гальку. Поп-поп, трогаем. Слушайте, ну такая, блин, ледяная вода. Я даже не знаю, лезть ли или не лезть в море мне. А в этой части пляжа, друзья, вообще можете видеть прям такой мелкий песочек. Посмотрите. Кто в курсе, напишите, пожалуйста. Завозили его, либо он местный, местный песок. Вот это, друзья, центральный вход. Вот столько ступенек. Много. Единственное, жаль, что не предусмотрено для коляски. Ну и, соответственно, такая очень красивая вывеска пляж Ривьера. Вот смотрю я на него, друзья, и не могу вообще решиться. Я потрогал воду, она ледяная. Вот там один паренек зашел, окунулся, а я что-то не готов. Не готов. Слушайте, ну, наверное, в другой раз. Если будете поддерживать и писать мне, давай, давай, то я, конечно, рискну. Ну, холодная вода. Плюс пока я шел, ветер поднялся, он прям северный, прям очень холодный. Аж вот шею задувает, голове прохладно. Ну, давайте купание мы оставим на конец января, вот прям, наверное, на последние числа, либо в начале февраля откроем с вами купальный сезон. Поддержите выпуск лайком, подпишитесь на канал, и до новых выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok